первое место на сегодня куда мы стремились это ларийская крепость идем сюда пацаны так дрессировка начинается держи я великий дрессировщик армянский видишь как они у меня молодцы ты клоун клёпом по очереди опа опа ведь я всегда с собой вожу еду я знаю что они меня ждут везде прыгать опа молодец теперь ты маленькая билет на посещение крепости стоит всего лишь 650 ларийская крепость средневековая армянская крепость на левом берегу реки царагет основанная царем давидом первым безземельным находится в четырех километрах к востоку от города степанован крепость была построена в десятом веке и одно время была центром ларийского царства в свое время в крепости были найдены орудия труда оружие украшения разные глиняные изделия ксюша я баню нашел идем скорее париться вот баня большая причем вот смотрите какая тут была баня вон очаг а ну-ка ксюша поддай парку круто отец себе нашел собаку поводыря вон она и выводит в одиннадцатом тринадцатом веках в лоре бёрд проживало около десяти тысяч человек руины крепости занимают площадь в тридцать пять гектаров они находятся на плоскогорье высотой в 1490 метров над уровнем моря между рекой царагет и и притоком мисхан а это какой-то монастырь там на входе свечки лежат можно купить и и и крепость вон еще продолжается стены и башни он она большая какая но признаюсь по секрету основная цель нашего визита сюда не эта крепость а приехали мы сюда на самом деле ради вот этого как вам это каньон реки дзурагет которая бушует внизу вообще шикарно самое время запустить дрон и 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 я думал спуститься в этот каньон там есть мост старинный через реку но он очень глубокий займет очень много времени я бы хотел посетить еще кучу красивейших мест области лори а мы приехали в село ариватсак за которым находится интересный каньон с именным названием ариватсакский каньон но говорят что дорога туда плохая если она будет сильно плохая мы вниз каньона не поедем ну посмотрим как тут что сейчас будет вон посмотрите вон там река и скала как она не помню называется цалка я щас уточню я почти угадал только скала называется не цалка а цуцкар что веселит ксюшу не меньше дорога сюда очень напряжно ну жалко машину на самом деле о дальше вообще какая-то жесть началась я не знаю тут я смотрел по ютубу на легковых ездят я бы наверно умер бы если бы я на легковой поехал на свои я не знаю тут а Музыка Ну вот мы и добрались до низа каньона Аревацак, к вот этой скале, как она называется, Цицкар или как-то, Ксюша знает. Ну что я хочу сказать, дорога такая напряженная, на легковое бы я точно бы не поехал. Ну кто любит пикник и готов сюда приехать ради вот красивой скалы, реки и вкусного шашлыка, то добро пожаловать. Но специально так сюда посмотреть я бы не поехал больше. С высоты, вот когда деревня Аревацак заканчивается, там виды гораздо красивее, вот на низину. Ну здесь они уже теряются. А мы представляем вам вот такой шикарный костюмчик с такими классненькими ботиночками, кедиками. А нужен он, это костюмчик для того, чтобы пасти свиней. Ааааа, подруги! Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 все везде что-то интересно красивая в смысле до область лори действительно очень сильно заслуживает посещения мы заехали в высокогорный городок деревенька раньше была санаин ксюша выбирает какие-то сувенирчики это подарки вон лунного камня украшения мой в селе санаин расположен знаменитый санаинский монастырь этот монастырь датирован 10-13 веков нашей эры монастырь санаин являлся главным культурно-духовным центром средневековой северной армении услышите служба происходит очень впечатляют эти колонны мощные еще какой-то потайной ход интересно сюда можно ходить сейчас кто-нибудь меня напугает да и кстати монастырь санаин внесен список наследия юнеско охраняется а мы хотим передать привет еще одной нашей подписчице которая подписана на все наши аккаунты очень тщательно следить за нами всегда комментирует активный комментатор на ю тубе youtube instagram везде везде конечно танюха романовская смотри я себе здесь купила серебряную цепочку в этом святом месте с лунным камнем сердечком я вот я хочу от души пожелать чтобы ты скорее нашла свою любовь а еще городок санаин известен тем что здесь родились два брата артем и анастас микояны артем микоян стал авиаконструктором который один из конструкторов мига анастас микоян был там председателем цк кпсс что-то такое ну короче большим человеком в партии ссср и вот здесь находится их музей музей братьев микоян вот стоит на постаменте миг бюст ну и там сам музей так понимаю но музей закрыт по моему до 17 работает поэтому мы только тут отметили отметились вам показали что он тут есть кому интересно данная локация пожалуйста село санаин сразу прям чуть-чуть не недалеко от санаинского монастыря а там вот такие красивые горы классные вообще черные такие гор тут коровки пасутся там под деревом цветущим дети устроили пикник веселятся бегают кричат но здесь какая-то свалка блин она такая отвратительная и большая это официальная свалка или просто набросали тут вид практически как на альпийских лугах если б не этот мусор было вообще идеально смотрите какая красота и смотрите какая не красота я уверен что братья микоян конечно же не одобрили такой факт на этом месте сделаем стоп-кадр немного прервем маршрут нашего путешествия по замечательной армении и поговорим в комментариях под одним из прошлых серий из армении человек обещал меня встретить ереване и избить за то что я показываю мусор и местных парковщиков по его словам гости страны не должны себя так вести как я я очень удивился когда прочитал такие слова от армянина но я скажу так мое мнение таково что если о проблеме не рассказывать то она и останется проблем до которой никому нет дела а если стараться по мере сил освещать негативную ситуацию то есть шанс что ситуация нормализуется если они прав поправьте меня пожалуйста более того сейчас я покажу как с этим вопросом обстоят дела у нас беларуси смотрим репортаж нашей ксюши от бегаю по лесу такое классное настроение елочки ну вот это вот меня просто убивает особенно сейчас после зимнего периода блин ну ну такое скотство неужели нельзя за собой взять выбросить пакет на свою полянку любимую где я приседаю и конечно вот это меня просто просто так огорчает прошлый раз я решила вот по такому здоровому пакету я буду с собой брать на пробежку правда обратно побегу я как дурачок с этим пакетом ну чё делать но потихоньку я вот это вот всё уберу вон видите стаканчик как висел так и висит на дереве что в прошлый раз показывала и бутылки будем бороться что делать теперь ксюша на пробежке обратно будут выглядеть вот так со здоровыми мешками как вы видите свиней хватает везде и это факт и без наших с вами усилий без помощи адекватных культурных людей которые убирают за собой а если надо то и за другими без освещения этой проблемы она никуда и не денется а лишь будет усугубляться ну а мы продолжаем путешествие по прекрасной области лари и заключительная на сегодня локация это монастырь ахпат он находится где-то километров 15 от санаина высоко в горах до достаточно высоко мы поднимались и тоже кстати входит как фонд наследия юнеско охраняется юность а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Смотрите, в прошлый раз мы приезжали, там чуть больше полгода назад, вот этого всего не было А теперь это есть и предполагается, что здесь будет такой релакс-зона Сидишь за столиком, любуешься на горы, там горы вдалеке виднеются Сейчас Ксюша обалдеет, вы только посмотрите, что тут происходит У меня даже нет слов, я целый день не ел Эй, а кто там? Там Яречка, из окна выскакивает, не только не выскакивает на самом деле Закройся Ксюша, тебя ждет кулинарный шок Да ладно, да? Видала? Офигеть, комки! Я же сказал, Ксюша, в шоке будет И картошку, ой, господи, мне надо эту сочность А если такую картошку не в тандыре, а просто на мангале, она не прожарится? Прожарится? Как надо ее делать, нанизывать, как и разрезать, просто насечками, да? Еще жир свиной туда, в картошку, да? Блин, мне сейчас он разряжен, я снять ничего не могу Смотрите, тут построили настоящий тандыр, вон как он греет О, видите, как тут все, стенки должны стать белыми, раскалиться так, чтобы можно уже запускать туда мясо, да? Да Смотрите, что я узнал Я как-то без одни мысли, тандыр горит хорошо, да Оказывается, вон что происходит Это труба для тяги А когда шашлык там жарится, тогда закрывается крышка и тяга тоже закрывается, да? И он там томится Ту трубу закрыли Крышку положили Кстати, предупреждаю сразу, что жарка шашлыка хозяином отеля Проживание не входит Только если очень хорошо попросите Поближе к стенам Там шкварчит Проверка Проверка связи Нет, пока не готова А ты печку растопить хочешь? Ну что ж, шашлычок наш готов Ах ты, какой идет аромат Мы уже тут все ходим Выжидаем Ну что, Симбат достает нам вкуснятинку Картошечка вон прям разваливается Вы чувствуете этот запах? Почему нет такой функции? Смотрите, какое блюдо огромное Картошечка румяная Ксюша, рассказывай, как этому умеешь Ай, а вот такие вот, смотрите, кусочки Вон какие Лопоточки такие Шсачок идет Картошечка вон, я вижу, пропеклась Некоторая даже упала вниз Потому что она сильно пропеклась Мясо вон какое красивое Ярисин набрал, молодец О, молодец, приятного аппетита Давай, наворачивай Приятного всего аппетита Наши друзья Вот так проходит ужин в нашей армянской семье Спасибо большое, спасибо Второй вечер, второе застолье И с таким крутым мясом Все, на ваше здоровье Ребята, вообще, выше всяких похвал Мясо, картошка, компания Вообще Смотрите, тут и коньяк И водка самодельная, абрикосовая И вино, все, что хочешь И стол, вот, пожалуйста Ломится, овощи Большое вам спасибо Большое вам спасибо Вам тоже Очень хорошие, добрые люди Нам с вами очень комфорт Хорошо, что приехали Да, мы тоже так считали Мы тоже очень рады, что опять побывали здесь Тут пока кушаем Тут на разных языках разговариваем Ярик говорит Я говорю по-белорусски спасибо дзякуй По-украински дзякуй Ярик говорит А по-белорусски ковер, диван Я покажу Вон, да, ковер, диван Морда на белорусском пыска Пыска А как тут на армянском кто-то Кто-то сказал, что Жопа, это тутус Жопа, это тутус Как у нас весело Всем доброе утро Я так увлекся завтраком Что даже забыл его снять Завтрак Не хуже, чем Вчерашний ужин Вчерашнее мясо Тут была вкусная яичница Вкусные сосиски Мед Кстати, мед местный Симбат сам делает Тут пчелы у него Персиковый компотик Масло Режун или что Я забываю все, как он называется И вкуснейший кофейок Мы уже почти поели И вот нам пришло время покидаться Это славное место Отель Rafting House Около реки Дибет Вокруг такие классные горы Очень много классных локаций Рекомендую именно эту область И именно этот отель И именно эту семью Которая вас будет приветствовать Никто его не трогает Пришло время прощаться А это всегда грустно Печально Но мы еще вернемся У нас еще много планов на Армению И на Rafting Ксюша собирается даже Два раза за один приезд Использовать Rafting Впрочем, это уже совсем другая история Все, давай Рад был познакомиться С вами посидеть, пообщаться Очень было круто Все, всего доброго До свидания Спасибо Хороших вам туристов Отличного туристического сезона Все, пока Спасибо вам Субтитры подогнал «Симон»